Друзья, хочу показать, как я холст замазываю оставшимися красками. Беру мастихин и вперед с палитры беру и замазываю. Посмотрите, как это делается. Вот эти холсты 50 на 70 я заказал на Валбересе, не подгрунтовал их никакой водоэмульсионкой, прямо затирал вот этой краской масляной остатками, фузой разноцветной. И вполне замечательно писать на такой имприматуре. Мэри Белова, а что вы думаете о городском пейзаже? Конечно, как и в любом другом мотиве, пишется впечатление, свет и тому подобное, как вы сказали в этом видео. И вот казалось, что все понятно. И есть эскиз, который удовлетворяет твоему видению. И все нормально. Есть массы, свет, тени, композиция. Но, несмотря на все это, очень часто домики выходят плоскими квадратиками. Смотришь на то, что сделано, и не чувствуешь никакого удовольствия. Нет воздуха, неинтересно. И этюд идет в утиль или в переписку. Замечательно, Мэри. Пусть идет в переписку, если нет удовлетворения. Не сходите с этого места, с этого сюжета, пока не почувствуете, что пошло. Меняйте контрастность, меняйте фактуру, меняйте напряженность цвета, меняйте композицию. У нас арсенал огромный. Главное, чтобы почувствовать, сначала почувствовать, что из этого мотива я вытащу, как я его напишу. Не торопитесь писать. Полистайте каких-то любимых художников на эту тему. Может быть, вы найдете, листая других авторов, решение, как я хочу написать. Ведь если его нет, то вот так вот в утиль оно должно возникнуть. Может быть, просматривая работы, может быть, когда вы пишете прямо вот в этот момент, приходит решение, как написать. Не торопитесь. Нужно все взвесить. нужно, чтобы созрел план. Плод должен созреть. А городской это пейзаж, или, не знаю, горы, или море. Это вообще не важно. Главное же не в том, что домики там плоские. Мы же не форму пишем этих домиков, не квадратики, а пятна, которые нас захватывают. Пятна цвета кругом. Рубашка, тело, голова, гора, небо. Все. Четыре-пять пятен. Ну, разложите их. И в каждом узком диапазоне работайте, изобретайте. Более того, нужно еще понять. А вот то, что я вижу там вот сзади меня, вообще все ли важно? И что важно? На чем я сделаю акцент? Буду ли я пересчитывать там всякие домики или вообще одним цветом? Ух! А здесь вот буду пересчитывать вот это все, вот эту штуку. Чтобы вот это работало, а то подчинено было вот этому главному. Так что нужно еще выделить главное в мотиве. Ну, что будет главное в холсте. И все остальное подчинять ему. И фактурно, и цветом, и тоном. Тут сложная задача. Конечно, требуется много, может быть, лет, пока ты не поймешь, что, о, я знаю, как писать. Это труд. Я видел, как занимаются оперные певцы. Это вообще. С утра встают и до вечера. Тончайшие нюансы посыла там, голоса. Туда, туда, ниже, дальше, куда, там. Я ничего не слышу разницы. Они слышат и ширишь, не ширишь, узишь, не узишь. Это работа. Рассматривайте свои этюды как ученичество, как работу к тому, чтобы обрести вот это чувствование, как я буду писать. По-разному еще надо. У меня не отразился ник, потому что на ватсапе был просто номер телефона. Последняя цифра 3379. Я ваш подписчик из Инстаграм. У меня вопрос. Так как вы разбираетесь в живописи фешина, какими материалами писал свои портреты? Один художник говорит, что только мастихином, так что мы подумаем, что щетиной он протирал холст маслом. Вы знаете, насколько я знаю, я не сильный знаток, как фешин писал. Мало вообще кто может сказать, как он писал. Это тайна. В каких-то книгах, в его монографии я читал, что масло он презирал льняное и выдавливал красочки на картоночку или на бумагу, чтобы лишнее масло впитывалось в эту картонку. Писал на казеиновом грунте. Если вас интересует этот грунт, я как-то выкладывал уже его в Инстаграм. Ой, не в Инстаграм, а в Телеграм-канале. Я могу там еще раз выложить тогда, напомните мне. Но сейчас продаются водоэмульсионные краски, которые достигают, живопись на них на таком грунте достигает такого же эффекта, когда масло втягивается в грунт внутрь. Масло из краски, связующее и прочная очень получается живопись, связанная масляная живопись с холстом, с грунтом. Щетинные кисточки, колонок, я думаю, мастихин. Все как обычно. Главное же не в этом. Он своим студентам очень четко говорил, что насколько важен тон. В основном показывал, как писать. Но мы-то этого не видели. Его уже давно нет. Но факт того, что есть грунт, вот этот тянущий, водоэмульсионная краска, просто попробуйте прокрыть проклеенный холст и попишите на нем. Вы просто почувствуете. Пока не почувствуете, не узнаете. Вы почувствуете, как он себя ведет. Краска втягивается туда и будет вот этот эффект. Он сам собой возникнет. Результат тянущего грунта, когда масло приходится вписывать в холст. И получаются вот эти пропуски его знаменитые. Но дело же не в этом. Если картина не собрана в тоне, на это надо обращать внимание. Как она собрана. Многие пишут на тянущем грунте. И ни у кого не получается так, как у него получалось. С другой стороны, я не ставлю такую задачу. Да и никому не советую ставить. Нужно изучать разных художников. Перенимать самое лучшее, что есть в мире. До нас создано. И писать, используя вот этот богатейший опыт. Этого громадного института живописи мирового. Двигаться вперед. Делать свои изобретения, открытия. Холст он маслом точно не протирал. Его живопись матовая. Там следов масла и близко нет. Друзья, не забывайте, пожалуйста, там работу свою. Ставить лайки, комментировать. Делитесь с друзьями видео, если они вам нравятся. Это поможет развитию канала. Напомню, что 21-25 августа я проведу здесь класс по живописи, пейзажа в Гурзуфе. Присоединяйтесь, приезжайте. 49-й урок «Скала Дива». Морская тема. Довольно сложное дело. Писать море, писать отражение в воде, скал, небо, этих разных материальностей. Но нужно просто разобраться, как это делать. И понять, что по-разному нужно писать различную материю. Небо – это одна структура, вода – другая. Камни – это жесткая структура. Как к ним подойти? Какими средствами и как это делать наиболее выразительно? Учитывая то, что есть центр композиции, здесь он смещен. И нужно ударить по свету мощно, харизматично. Помня о том, что каждый мазок имеет ценность. Все нужно держать во внимании, ничего не упускать. Тональные отношения, фактура, цвет, композиция. 49-й урок «Скала Дива». 50-й урок «Скала Дива» 50-й урок «Скала Дива» 50-й урок «Скала Дива» Субтитры создавал DimaTorzok